Девушки отдыхают Мы решили, что сами справимся. Надо же когда-то начинать. Только это нифига не идет что-то. Вчера весь вечер просидел. Слушай, ну вам нужно всей группой собраться. Ну как говорится, одна голова хорошо, ну а две лучше. Вот жалко, что Юлька уехала. У нее это отлично получалось. Она даже Жанке тетрадку оставила со своими стихами. Время вспять опять мысли унесет. В голове полет. Новое дыхание придет. Просто улыбнись, счастьем поделись. И взлетая высь к облакам. После дождя будет радуга. После заката рассвет. После зимы будет радовать летний и жизненный свет. Блин, мы проспали. Я не сомневался. Вы вообще дурка рам на своей гитаре тренькали. Слушай, не могла нас разбудить что ли? Тяжело? А я вам не нанималась. Я Глеба еле растолкала. Я бы, между прочим, на первую пару. А он все равно к Снегинку опоздал. Ты что, выпила последний кофе? Ну кто первый? Столтовые тапки. Все, я пошла. Слушай, Надь, прикрой меня, пожалуйста, в кафе. Я потом Шинскому сам все объясню. Даже не подумаю. Нечего тут было ерундой страдать полночи. В кафе они играют, тут они играют. А твое какое дело? Где хотим, там и играем. Да пожалуйста. На Глеба больше только не рассчитывайте. У него очень ответственная работа, и я его здоровье губить не позволю. Сень, а Балабама сегодня выступает? А то у меня ребят с параллельным спрашивали. Ну конечно, как всегда вечером. Ты придешь? Ну да. Ребят, мы сегодня играем? Да пока не ясно. Все от Гали зависит. О, Жанка, слушай, как наша вокалистка поправляется? Не знаю, знать не хочу. Вообще-то Галя обещала, что споет сегодня. Ну тогда вам волноваться не о чем. Галя человек ответственный. Раз обещала, значит сделает. Разбежались. Нету такого лекарства, которое за три дня возвращает голос. Так что ваше выступление отменяется. Что стоишь, качаясь? Тонкая рябина. Вот это да. Я же вам говорила. Ну что, у кого там выступление отменяется? Ну хорошо, это я еще не распелась. Предлагаю перенести контрольную работу на четверг, потому что в пятницу уйдет отчетный концерт. Ну хорошо, тогда я самостоятельно проведу в понедельник. Рита, у тебя завтра много уроков? Да нет, окно даже есть. Ну, здорово. Тогда у тебя сегодня много свободного времени. Предлагаю сходить в ресторан, а то мы уже сто лет никуда не выходили. Ой, давай об этом ближе к вечеру поговорим, а то мало ли что. Ой, Маргарита Дмитриевна, простите меня, пожалуйста, я обещаю, больше такого не повторится. Просто я всю ночь работала над новой композицией и, не поверите, проспала. Ну, почему же не поверю? Очень даже поверю. Музыка дамотребовательная, увлечешься и не заметишь, как ночь пролетела. Но все же на будущее, Валерия Андреевна, постарайтесь не задерживаться. Я обещаю, это было первый и последний раз, честное слово. Музыка, новая композиция. Теперь так принято называть бурную личную жизнь? Не понимаю, о чем ты? Ну, как ты, неужели ты ей поверила? Видно, что у нее была романтическая ночь. Посмотрите, кто пришел. Здравствуйте, Виктор Иванович, извиняюсь. Подожди, а что это такое случилось? Неужели будильник не прозвонил? Что, и Лера тоже проспала? Ой-ой-ой. Надь, слушай, может, хватит, а куда не смешно? Правда? Еще раз у меня мужика уведете? Я вам такое устрою, обхохочетесь. Надь, вот объясни, пожалуйста, что ты добиваешься? Вот ты хоть раз попробовал своей головой подумать, а почему Глеб по ночам с нами тусуется? Да откуда я знаю, привычка. Ничего, а то что? Серьезно? А ты не в курсе, что когда музыканта прет, его никто, даже никакая баба не остановит? Ну, вот так. Ну, вот когда мы поженимся, мы посмотрим, кого он выберет. Ваши концерты или меня? Тут даже смотреть не на что. Глеб выберет музыку, и никто его не остановит. Даже ты, понимаешь? И, кстати, ты можешь забыть, знаешь, о мечтах, о нормальной семейной жизни, о детях. А это почему? Потому что Глеб музыкант, и жить он будет с музыкой, и детей с ней делать. Ясно? Надь, делай выводы, или смирись, или ищи себе другого мужика. Вот и все. Что, Виктор Львович, жизнь ведь полна сюрпризов, правда? Ну, что, вы ее правду не видишь? Посмотри, как она изменилась. У нее счастливое выражение лица, улыбается постоянно, искра из глаз. Это любовь. Да нет, мне кажется, ты ошибаешься. У нас с Верой весьма доверительные отношения, она непременно бы мне рассказала. Может быть, она просто боится завистников, и не хочет, чтобы кто-то знал о ее романе. Ну, Жень, такие завистники, что ты сочиняешь? А ты знаешь, а вот я ей, например, по-доброму завидую, правда. Когда-то и ты была такой. Что с нами случилось? У нас все в порядке. Почему ты спрашиваешь? Ну, нет, я просто подумал, что, возможно, ты ждешь от меня следующего шага. Мне кажется, что сейчас не самое удобное время об этом говорить. Давай об этом ближе к вечеру поговорим. Давай. Итак, какой способ решения мы используем в данном уравнении? Вынесем общий множитель за скобки. Ну вот, молодец, Рома. Хорошо. Ну, теперь самостоятельно сможешь справиться? Конечно. Садись. Ну, я очень рада. Вы сегодня хорошо все поработали. Я надеюсь, что с этой темой мы разобрались. И у вас не будет проблем с домашним заданием. Всем свободно. До свидания. До свидания. Жанна, Катя, я тут, слышавец, остался в сборнике стихов Миланович. Да, он у меня. Да, а что на твоей Динков, а? Интересно. А что мне за это будет? Дай-ка подумать. Может быть, я буду петь вместо Гали Назаровой? Жанна, мы это сто раз уже обсуждали. Нет. Да? Тогда вот тебе они, стихи, понял? Кстати, Вань, наша виртуальная группа интересуется, как там стихи для нашей первой песни. Все под контролем. А, ты еще не написал, да? Так, спокойно. Мысли есть, надо кое-что оформить. Да уж, утречка выдалось еще то. Ты как, успел на занятия? Нет. Увы, недосыпание делает меня чрезвычайно рассеянным. Хотел сэкономить время, сел на автобус, а он шел в другую сторону. Опоздал на целых два урока. Первый раз в жизни. Бедный. Мы с Гуцелом тоже выскочили, как ошпарены. Ну, я все равно считаю, ночная репетиция пошла нам на пользу. Сегодня мы это обязательно проверим. Да, хорошо, что ты дискотека вечером, правда? Слушай, пойду, у меня следующий урок. Да, до свидания. Ой, да что же это такое, я совсем забыл. Я специально тебя нашел, чтобы попросить о продолжении. Дай, пожалуйста, ключ от квартиры. А где твой? Ну, я говорю, сегодня крайне рассеян, забыл свой ключ дома. А мне нужно обязательно переодеться перед выступлением. Да без проблем. Вот, держи. Мы же все равно потом из кафе вместе домой пойдем. Ну, все, пока. Ну, все, пока. Ну, все, пока. Что ты уселся-то? На дискотеку не пойдешь? Не пойду. Почему? Пока чину. Слушай, ну ты что, обиделась? Мы же с тобой договаривались, что ты меня заменяешь только на время. Ну, тут ты не слышала, как я пела, а они слышали. И все равно выбрали тебя. Ну, надулась, как мышь на кропу. Слушай, слушай. Слушай, ты мне надоело ругаться, я не понимаю. Я хочу петь, понимаешь? Меня никто не берет в группу. Знаешь, как говорится, будь проще, и люди к тебе потянутся. Давай, пойдем в дискотеку, потанцуем, с ребятами пообщаешься. Может быть, кто позовет в группу. Я еще и должна ради этого унижаться? Ну уж нет, я... Я вон лучше спать не буду. Иди отсюда. А еще у нас в деревне говорят. Я сплю. Должен признаться, я давно понял, что вы с Лерой созрели для серьезных отношений, просто вам что-то мешало. Очевидно, воспоминания прошлых разочарований. В смысле? А, Стаса Зеленова. Представляете, я даже не понял, о чем он бы и не вспомнил об этом. Замечательно. Значит, все осталось в прошлом. Так и должно быть. Эх, Виктор Львович, скажите, а зачем нам думать о прошлом, если впереди такое классное будущее? Хорошо сказано. Есть повод отметить. Действительно, а почему нам не сделать это сегодня? Закатим клевую вечеринку. Действительно. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, а это вы, Игорь Куцулов, солист Балабана? Виктор Львович, народ знает меня в лицо. Да. Пора поднять цены на билеты. Да у нас весь институт в ваш фан-акции писался. Один я, как дурак, все ушами прохлопал. А вы, молодой человек, не переживайте. Приходите сегодня вечером на дискотеку. На верстайте упущены. С этим проблемам. Вечером я не могу, я подрабатываю. Поэтому я и пришел днем, диск хотел у вас попросить. А, нет, облом, друг. У нас нет записей. Жаль. Ну ладно, посмотрю, что можно будет вечером сделать. Ну, до свидания. Странно, конечно, что такая группа, а дисков нет. Послушай, пуцелло в этом что-то есть. Наличие записей поднимет вашу популярность. Ты что здесь делаешь? Жанна, успокойся, я сейчас уйду. Воры, воры! Что ты делаешь? Сейчас сюда придет комендант, охранник, я все расскажу Савченко, понял? Тихо, Жанна, успокойся. Это совсем не то, что ты подумала. А что? Ну, я здесь из-за тебя. Чего? Глеб Сергеевич, а вы, оказывается, скрытный человек. У вас такие серьезные изменения в жизни, а вы молчите. Ну что, Маргарита Дмитриевна, я бы не назвал это серьезными изменениями. Значит, вы не серьезно относитесь к семейному статусу? Да нет, я не это хотел сказать. Я просто считаю, что еще не созрел для перемены статуса. Я хотел только попробовать, смогу ли я жить вместе с женщиной, с девушкой. То есть... Понимаю. Пробный выстрел. Интересный подход. Я бы даже сказала, удивительно практичный для такого человека, как ты. Ну, и как вам живется с Лерой? С Лерой? Она прекрасный человек. Я слышал, в быту люди меняются, но это не в ее случае. Я не разочарована. Ну, я тут специально спрятался. Потому что я люблю тебя. Что? Это правда, я просто стеснялся сказать. Я хотел оставить записку, преподнести сюрприз. Ты издеваешься, что ли? Я дура, по-твоему? Я сразу поняла, что ты пришел за Юлиными стихами. Женочка, какие стихи, я уже и думать о них забыл. Их здесь нет, можешь не искать. Если ты придешь сюда еще раз, то вылетишь из школы в два счета, понял? Ну, что ж, позвольте тебя поздравить. Если честно, я очень сильно сомневался, что я смогу с ней существовать в одном замкнутом пространстве. Но, к счастью, мои сомнения были напрасны. И Гуцул оказался таким милым, адекватным и творческим. Прости, кто? Игорь Гуцулов? А он здесь при чем? Ну, как же, он тоже живет вместе с нами. Зачем? Ему что, жить больше негде? Если честно, я не в курсе. А Надя сказала, он совсем недавно к ним переехал. Там еще и Надя какая-то есть. Ну, конечно, моя Надя, сестра Леры. Маргарита, я не понимаю твоей реакции. Мы же взрослые люди. Лера живет с Гуцулом, я с Надеждой. Не беспокойся, у нас отдельные комнаты. Кир, постой. Вань, хватит, отстань от меня, а? У меня серьезный разговор. Вань, вообще-то я человек воспитанный. Но когда меня вот так по-свински достают, я могу и послать. Ты этого хочешь? Кир, я вообще-то тебя в группу хотел позвать. Мы с Ровой организовали проект. Ну, раз уж я тебя раздражаю. Вань, извини, я тебя просто неправильно поняла. Но я бы все равно отказалась, спасибо. Почему? Ты с нами не хочешь? Нет, я просто на сцене выступать, честно, не хочу. Ну, по крайней мере, не сейчас. Ну, так нет проблем, будем выступать без сцены. Вот такая у нас хитрая группа. Ну, что скажешь? Глеб, ну, когда ты ухаживал за Лерой, это было понятно. Она такая же, как ты, творческая натура, но эта девочка... Не стоит делать поспешных выводов. Надежда очень эмоциональная, восприимчивая. И она тоже занимается музыкой, учится петь. Глеб, я говорю о ее сути. Ты, это, Надя, вы же люди совершенно разных миров. Ну, да, возможно, сейчас ты этого не видишь, но со временем ты поймешь, какая вас разделяет пропасть. Марго, прости, но почему тебя так волнует моя личная жизнь? Потому что я испытала все это на себе. Если человек изначально тебе чужой, он никогда не сможет понять твои сути. Но тебе разве нужна такая семья? Рита, понимаешь, в свое время я был уверен, что моя жена непременно должна разделять мои принципы, мои взгляды, мою любовь к музыке. А теперь понял, что могу обойтись и без этого. А ты изменился. Говоришь такие странные вещи. Рита, тебе тоже не мешает пересмотреть свои принципы. Евгений очень замечательный человек. Его не портит то, что он не музыкант. Мне будет очень жаль, если у вас ничего не получится. Рита, мне надо бежать. Прости. Счастливо. Виртуальная группа? Да это же просто гениально. Сколько возможностей. Так ты согласна? Ну, думаю, можно попробовать. Ну, что ж, остается дело за малым. Написать песни. И раз уж ты в деле, может, подкинешь какие-нибудь тексты? Нет, у меня сейчас ничего подходящего нет. Но я подумаю, я обещаю. Кир, думать нет времени. Нужны стихи. Может, дашь что есть, а мы там с Ромой разберем по ходу дела? Нет, Ваня, я не могу. Они все про Лешу и про нас с ним. Это слишком личное, да и грустное вам не понравится. Что за самокритика? Давай мы разберемся. Ваня, ну почему ты такой трудный, а? Ну, это мое, понимаешь? Это мое. Про это нельзя петь, и тем более на аудиторию. Ну, ладно, прости. Я все понял. Сами как-нибудь разберемся. Ну, что ты? Придешь на концерт, может. Галя первый раз выступает. Нет, Вань, я думаю, что мне не получится. У меня дома дела. Ну, передай Галя, что я жива и не хочу. Ладно. Блин, Лер, я десять студий обзвонил. Ты знаешь, какие они цены там ломят? Ну, догадываюсь. Догадываешься? Да за эти бабки можно, я не знаю, сто дисков записать. Походу, с записью мы прилетаем. Слушай, Гуцел, давай не будем пока торопиться. Все равно один день ничего не решит. А завтра ты успокоишься. Я уверена, что мы что-нибудь придумаем. Да. Виталь, что на улице творится? Стой, куда-то. Слушай, нас, короче, узнали. Брали автографы, пускать сюда не хотели. Мы там кричали, балабама, балабама, как на футболе прям. Галя, к тебе голос вернулся? Гуцел, ты видишь, как круто. Ребята смогут сегодня выступить. Да, Лер, наверное, ты права. Стоит забить на эту запись и заниматься насущными делами. У нас концерт сегодня, например. Ну что, Галина, не слабо ли вам выступить перед балабамой? Перед балабамой? Не слабо, а? Привет. Привет. Я буквально на минуту. Я знаю, что у тебя дело не в проворот, что ты здесь до утра будешь сидеть. Жень, я не хочу тебя огорчать, но я совершенно свободна. Правда? Ну что ж, ну что, давай организуем тогда вечер по полной программе. Сходим на симфонический оркестр какой-нибудь. Посидим там часа три. Понимаю, что мои интересы кажутся тебе скучными, но все же не стоит над ними смеяться. Наоборот, очень люблю симфонические оркестры. Они пробуждают во мне зверский аппетит. А потом, после концерта, сходим с тобой в ресторан. Ссудим наши школьные дела. Ну нет, школьных дел мне хватает в течение дня. А в жизни же есть много других интересных вещей. Давай сегодня у нас будет какая-нибудь необычная программа. А что ты скажешь насчет музыки в непривычном для тебя стиле? Скажу, что я заинтригована. Что ты слышишь, что ты видишь, я не знаю. И тебя порой я не понимаю. Собираешь ты коллекции журналов. Ищешь там кумиров, хочешь знать. Дни и ночи напролет ты мечтаешь. А во сне в своих мечтах ты летаешь. Но в иллюзиях своих забываешь. Про самое главное. Все это непросто. Женя, куда ты меня привел? А что, не нравится? Ну, я думала, что пара дискотек для меня уже прошла. Надо бороться со стереотипами. Ну, здесь же наши ученики, что они подумают? Они полюбят. Это непросто. Это непросто. Ты пойми. Встречаются только. Встречаются только по любви. Где-то в облако парят твои мысли. Пишешь ты своим кумирам письма. Для тебя не существует солнца. Если что-то не так. Здорово, мамуль. Вот неужели весь этот дизайн ты сама продумала? Ну что? Ты мне теперь наконец-то веришь? Я всегда тебе верила. А сюда приехала, ну, просто мне интересно было. Да ладно, Кир, я все прекрасно поняла. Правда? А почему же ты тогда... Почему я сюда приехала? Ну, чтобы ты поняла, что я тебе ничего не скрываю. Мам, прости меня, пожалуйста. Я вообще не понимаю, с чего я вдруг решила, что имею право тебя проверять. Мне очень стыдно. Я себе всякой ерунды понапридумывала. Позерка-то моя. Все, добыли. Давай сделаем вид, что ничего не было. Лучше скажи мне, какие у тебя планы на вечер? Да никаких, домой пойду. Знаешь что, пора это прекращать. Ну-ка вспомни, куда ты ходила в последний раз, кроме школы. Мам, ну мне не хочется. Опять будешь сидеть дома в одиночестве и тосковать? Ты понимаешь хоть, что ты этим вредишь не только себе, но и Алексею с вами? Неправда. Я всегда Алеша думаю, только хорошее. Дело не в этом. Понимаешь, просто когда между людьми существует сильная эмоциональная связь, то они чувствуют друг друга на расстоянии. И если одному становится плохо, то и другому может стать плохо, понимаешь? Поэтому я прошу тебя, прекрати мучить и себя, и его. Ставы сейчас на месте. Но ведь жизнь на этом не кончилась. Вам просто нужно научиться ее воспринимать такой, какая она есть. Ну то все. Светлана Михайловна, вы уже уходите? Я хотела книжку взять. Что-то срочно на дом задали. Нет, просто почитать. Ну тогда до завтра, когда ждет. У меня сегодня рабочий день уже закончился. Жанночка, а ты чего здесь делаешь? Мне в библиотеку нужно было. Нельзя, что ли? Да нет, можно. Ну просто уже поздно, все закрыто. А тебе учебник, может быть, и у меня найдется? Нет, я просто хотела бы почитать. А, просто почитать всю мысль, хорошее. Нет, у меня ничего здесь интересного. Ну, хочешь, я тебе завтра принесу? Нет, спасибо, я с вами возьму. Подожди, подожди, подожди. А почему ты не на дискотеке? Опять тебя ребятами поругалась, да? Может, пора уже имидж поменять? В каком смысле? Я плохо выгляжу? Да нет, нет, выглядишь ты прекрасно. Знаешь, просто жизнь иногда подсказывает, что пора измениться. Ну, например, научиться прощать обиды. Я не собираюсь им ничего прощать. Я и так для них все делаю, им на меня просто наплевать. Знаешь, откуда пошло выражение, на обиженных воду возят? Нет, не знаю. Ну, я тебе скажу. Когда человек злится, им очень легко манипулировать. Ты просто так подумай об этом, да, сегодня, хорошо? Подождите, вы мне что предлагаете? Чтобы я им все простила, забыла про все их обиды, оскорбления, и они после этого сразу начнут со мной дружить? Да нет, я просто хочу, чтобы ты поняла, ну, ты же скучаешь по своим одноклассникам. Я? Ну, это понятно, потому что у вас замечательный класс, прекрасные ребята, это нормально. Так, конечно, ты можешь поступать, как тебе подсказывает твое сердце. Да, мама, ты права, я должна поддержать Лешу. Значит, я должна перестать страдать и начать радоваться. Господи, как хорошо, что ты у меня есть. Спасибо тебе. Ладно, ну, пойду? Давай. Дина? Алло, как все прошло, Дина? Кира успокоилась? Да. Отлично. Никуда не уходи, я сейчас подъеду. Нет, не сейчас. Я только что два часа брала своей дочери. Я чувствую себя гадкой и оперативно. Дина, успокойся, я сейчас приеду, и все встанет на свои места. Ты меня слышишь, Дина? Саша, не сейчас. Тор, друзья, бурный аплодисменты нашим гостям. Ну что ж, а сейчас время балабамы. Поехали. Давай, давай, давай. Ты молодец! Мы все молодцы! Сядь. Классная песня, давай потанцуем. Нет, Жень, извини, у меня ужасно болит голова. Что, болит? Голова болит здесь очень громко. Так давай, сколько-то подальше возьмем. Да нет, не поможет. Извини, здесь чудесно, но мне пора домой. Уведи меня, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok. Сожимаешь в тисках, знаешь, только я не о том. А рассчитаюсь потом, а догоню окушок. Я занимаюсь уж у, знаешь, день не прячу в носках. Я по жизни в тисках, я по жизни в тисках, знаешь. День не прячу в носках, я по жизни в тисках, я по жизни в тисках... Елена Петровна! Меня кто-то сглазил. Сейчас угадаю. Опять проблемы с Милославским? Естественно. Нет, ну вот послушайте. Вчера мы пришли на тренировку. Сначала, конечно, я всего боялась. Руку-ногу поднять было страшно. А Милославский, он милый такой. Он мне все время помогал, советовал, подсказывал. А я взяла и расслабилась. Я не понимаю, о чем я только думала. Я не понимаю. Я бороться стала по-настоящему, как схвачил Славика за грудки. Ты что, с ума сошла? А он тебя сильно приложил? Так все наоборот. Это меня понесло. На меня такой азарт нашел. Я вспомнила там один приемчик из книжки. И как брошу Славика через бедро. Его потом полчаса откачивали. Он даже говорит ему. И провожать мне не пошел. Сегодня, сегодня весь день, ни разу не заглянула ко мне в библиотеку. Да что я могу сказать? Светочка, ты, конечно, очень чудная девочка. То за мужчиной бегаешь, то его бьешь. Да потому что дура я, Елена Петровна. Опять все испортила. Тихонечко, спокойно. Пошли в библиотеку. Ты мне чайком напоишь. Я что-нибудь придумаю. Пойдем, пойдем. Давай, давай, давай. Вставай. Спокойно, без слез. Ой, все, все. Валерия Андреевна, вы сегодня не в духе. Да нет, Виктор Львович, все в порядке, спасибо. Надеюсь, с Игорем у вас все нормально? А, вы уже в курсе? Ну. Я был свидетелем его разговора с Надеждой. Я даже догадываюсь о чем. Да, Виктор Львович, мы теперь с ним вместе, и у нас все хорошо. А почему вы такая грустная? Нет, я не грустная, я просто думаю. Кто хочет записать тиск, я ломаю голову, я не знаю, как помочь. У меня все связи банки, а везти туда всю группу, это нереально. Ну, а при чем Англия? В Москве ведь тоже можно диск записать. Виктор Львович, вы знаете, сколько это у нас стоит? Ну, все равно, ребятам надо помочь. Ну, конечно, смотрите, как зажигают. Зал просто зашел с ума. О, Жан, привет. Привет, не ожидала тебя здесь увидеть. Да я сама тебя не ожидала. Ты молодец. В смысле? Ну, потому что пришла, молодец. Я думала, ты эту дискотеку будешь презирать. А я ее презираю. Ой, да ладно, ты что прикидываешься-то? Я не прикидываюсь, я не собиралась сюда приходить. Делать мне больше нечего с вами тусоваться. Вы же меня все ненавидите. Жан, хватит молоть чушь, это же неправда. Да? А почему меня тогда никто к себе в группу не берет? Самой догадаться, слабо? Жан, главное, что ты сегодня пришла своих поддержать. Знаешь, как им приятно будет? Кир, давай мы не будем врать друг другу. Никто даже не заметит того, что я пришла. Да как это не заметит? Вон там все наши, пойдем к ним. Нет, я никуда не пойду, обществляю, я сюда пришла. Никто даже танцевать не пригласил. Как это никто? Я тебя приглашу. Кир, ты не считаешься? Ну как это я не считаюсь? Я тоже умею тут с вами как-то. Ну Кира. Я тоже умею. Калерия Викторовна, уже поздно, все разошлись, почему вы домой не идете? Да вот, засиделась. Увлеклась я, Людмила Федоровна. Калерия Викторовна, в свете ваших новых интересов вам надо менять образ жизни. Мам, что вы сказали? Я хочу сказать, что если вы собираетесь стать матерью, то постоянная работа это скорее вред, чем польза. Согласна, я обязательно прислушаюсь к вашему совету. А что вы там читаете, если не секрет? Представьте себе неэкономическую географию. Да? Можно полюбопытствовать. Там что-то новое? Ну для меня да. Ну ладно, вы действительно правы, пора домой, хватит теории. Займемся практикой. Почему у меня такая глупая весь разная жизнь? Ну вот, то, что не возьмусь, ничего не получается. У меня уже руки опускаются. А что ты хотела? Ты на меня посмотри, сколько лет я боролась за свое женское счастье. Да, иногда бывает тяжело, что делать. Терпи, держись, потом и стоим. Ну ладно, буду бороться. Вот только жаль, что самбо придется бросить. Вы не поверите, но мне так понравилось бороться. Здорово, Света Петровна. Света, вы что, еще не готовы? К чему? Как к чему? Нам выходить через пять минут на тренировку по самбо. Извини, что затащил тебя на эту дискотеку. Я даже представить не мог, что у тебя от музыки может голова разбалиться. Да нет, Жень, ты не виновата, это просто у меня давление скачет. Наверное, завтра снег пойдет. Ты гипотоник? Я тебе за два часа на ноги поставлю, я тебе приготовлю классный кофе. Я просто стараюсь не пить на ночь кофе. Ну, хорошо, я выпью. Жень, извини, но мне не до гостей сейчас. Я хотела пораньше лечь спать. Ну ладно, оставим кофе до лучших времен. Обещаю, что в следующий раз свожу тебя в более спокойное место. Ладно, спокойной ночи. Жень, подожди. Ты хороший человек, интересный мужчина. Я просто не имею права тебя обманывать. Рит, я все знаю. Ты любишь другого. Глебу передай мои поздравления. Жень, подожди, давай я тебе все объясню. Не стойте. Прощай. За что это вы, Мирослав Николаевич, девушку мучите? За целый день ни разу в библиотеку не заглянули. Я занят, думал, у меня шесть уроков подряд по расписанию. Я так счастлива, Слава. Я тоже счастлив, что у меня столько уроков, но, честно говоря, устаешь очень. Я даже перекусить не успел. А у меня же пряники есть. Давайте чай пить. Забыла. Мне же идти надо. У меня срочное дело. Да. Мне надо швабры пересчитать. Ага, швабры. Швабры. До свидания. А я так переживала, что даже сам бы решила бросить. Но теперь передумала. Значит, мой подарок придется кстати. Подарок? Угу. Светочка, это ваше первое персональное кимоно. Калерия. Я к тебе. А почему ты мне позвонил-то? Я, прости, я просто не ожидал тебя видеть. У меня тут дома, ну, такой переспорядок. Ну, Юр, не преувеличиваю. Тебя всегда просто творческая атмосфера. А, ну да, да, да. Конечно. Конечно, да. Послушай, я как раз собирался пойти куда-нибудь перекусить. Может быть, ты составишь мне компанию? А ты не сильно обидишься, если я откажусь? Нет. Нет? Тогда просто пойдем погуляем? А может, мы просто останемся у тебя? Да я знаю, что я с таким удовольствием, но у меня там такой бардак. Юра, у меня просто такое настроение. Знаешь, сегодня очень хочется домашнего уюта и тепла. И если хочешь, я помогу тебе ликвидировать этот беспорядок. В смысле, бардак? Ага. Все, адьес. Пока. Ладочка, дай я тебе расцелую. Стоять на сцене за просто... Пока. Вообще спасибо. Спасибо. Пока. Ну, что ты, Галочка, я же ничего не сделала. А вы молодцы. Ну, что ты, что ты. А кто песню такую чудесную написал? Кто с Гуцовым договорился? Спасибо тебе, Галочка. Неплохо сыграли, да? Да, Глеб, мне кажется, публика восприняла нас сегодня. Слева, слева. Благосклонно. А кто-то даже лопал. Одна девочка даже танцевала. Успех. Несомненный успех. Слушай, мы тут решили с Лерой и с Шинским, ну, отпраздновать сегодня начало новой жизни. Ты с нами? Я с удовольствием. Спасибо за приглашение. Ну, отлично. Ой, малыш. Что с тобой? Ой, мне дышать ушло. Что случилось? Скорую, срочно. Лер, воды принеси. Не надо, ты что, не надо. Это все просто от переутомления. Ну, а если не переутомление, а что-то другое? Ты должна показаться доктору. Да, давай, только завтра, ладно? Возьмите, выпей. А если сейчас время, пожалуйста, домой? Да, конечно, конечно. Прости меня, празднуй без меня. Да, ну, понятное дело, давайте. Если что, звони, если помощь нужна. Давайте, аккуратно. Птихи у тебя с собой. Что? А, да, Ром, очень крутые, тебе понравится. Ну, супер. Давай тогда прямо сейчас пойдем ко мне, набросаем мелодию. А я тебе покажу, что придумал с сайтом. Давай, слушай, а ты выяснил, сколько сейчас можно заработать на рекламе в интернете? Ну, примерно прикинул. Короче, на сайте можно разместить объявления и баннеры. Объявления идут обычно 30 копеек за клик. А если баннер, то они платят за показы. Там от 100 рублей за 1000 показов. Погоди, Ром, что-то я ничего не понял. 100 рублей 30 копеек? Ты ничего не перепутал? Может, там цены в долларах или в евро? Ничего я не перепутал. И вообще, знаю, интернет-реклама довольно дешевое удовольствие, но зато и эффективное. Не вижу ничего эффективного. Где деньги? Это бред какой-то. Вань, если у сайта будет хороший рейтинг, мы можем здорово заработать. Ром, ты только подумай. Нам нужно впрягаться по поводу оформления сайта, писать песни, раскручивать группы, а потом фиговые рейтинги нам всю малину испортят. И что мы уделать? Ты в этом вообще не разбираешься. Идея классная. Тут просто нужно подождать. Я понимаю, деньги будут не сразу. Рома, нам нужно свои деньги вкладывать. Где мы их возьмем? Ты думал насчет хостинга, а насчет дома на домена? Ну, домена. Какая разница, покойся, я все узнал. Там смешные деньги от двух до пяти тысяч в год. Это для тебя, Рома, смешные. Привык жить наготовеньком, с родителями живешь. А у меня каждый доллар на счету. Я, Рома, с этой виртуальной группой хотел денег заработать, а не разориться. Да не парься так. Сейчас приедем ко мне домой, тебе полный расклад дам. По финансам все объясню. Но не все так плохо, как ты думаешь. Нет, Рома, я не в деле. Все, я не буду работать ради этих мифических копеек. Все, давай, пока. Валищик, Валищик. Ну, что я тебе могу сказать? Юр, слушай, мне кажется, вот это кресло нужно вон поставить туда, поближе к свету. Тебе же там удобнее читать будет, а? Да? Да. Ну, не знаю, как скажешь, дорогая моя, но... Давай, давай. Честно говоря, мне, знаешь, абсолютно наплевать, где у меня стоит кресло. Между прочим, напрасно. Между прочим, от положения вещей в доме зависит атмосфера. Ага. Да, ты понимаешь? И они либо мешают, либо помогают движению положительной энергии. Это по феншотам. Да, да, положительной энергии в моей трущобе никогда не пахло. А мы быстренько исправим эту ситуацию. Держи. Ага. Мы сначала здесь приберемся. Ага. Потом мы с тобой сделаем небольшую перестановочку. Угу. Да. А потом уже займемся декором. Да. Ух, я не знаю, какие у тебя грандиозные планы-то, а? Вставь. Ага. Можно подумать, что собираешься еще переехать ко мне жить. А ты что, против? Вставь, я... Ты... Об этом можно только мечтать, но... Вставь. Я себе вообще представить не мог, что ты когда-нибудь захочешь поселиться у меня. А не надо представлять, надо просто помочь мне перевезти вещи. Ты, кстати, завтра можешь? Завтра? Да. Да, могу. Подожди. Вставь. Ты что, шутишь, что ли? Нет, я абсолютно серьезно. Послушай, ну ты... Ты же сама говорила, что ты одиночка, волк. Да, что для тебя муж, семья, дети, вещи несовместимые с твоей карьерой. Ну да, говорила. Ну и я люблю свою работу. Но я хочу нормального женского счастья. Так, сейчас лежишь, и тебе станет легче. У меня голова... Так, присядь, присядь, облокотись, пить, принести воды. Нет, не надо, ты просто постой рядом, так спокойненько. У тебя руки ледяные. Обними меня. Ты отравилась. Точно. Сначала слабость, теперь температура и отновь. Я вызываю скорую. Нет, не надо, не надо. Я тебе обещаю, вот скоро это все пройдет. Только ты не уходи, не буду. Я здесь. Клин, скажи, я тебе со мной хорошо? Конечно. Зачем спрашивать? Ты счастлив? Абсолютно. Тогда поцелуй меня, пожалуйста, это мне точно поможет. Ты видел, сколько народу было? Не протолкнуться вообще. Слушай, я думаю, что в этот раз Гуцул нам должен больше заплатить. Завтра, как только деньги получу, сразу отправлю родителей. Правильно. А мама звонит. Алло. Да, вам привет. Как дела? Как папа? Ага. Что? Это обязательно? И сколько? Понятно. Ладно, ну я достану. Да не важно, не важно. Ладно, давай я тоже тяню. Давай, пока. Пока. Только девчонки жалуют, что у нас танцпол маленький. Синь, ты чего? Да, отцу назначили опять дополнительное обследование. Еще деньги нужны. Виктор Яковлевич, а помните, вы как-то сказали, что любите жизнь за ее удивительные повороты? Вот сейчас я вас поняла. Ну, если ты имеешь в виду ваши отношения с Игорем, то для меня это не стало неожиданностью. Это было, ну, логическим продолжением. Ну, я на самом деле говорю о том, в каком составе мы будем праздновать это продолжение. Да, вот это странно. Почему больше никто и не остался? Я думала, у вас очень много друзей. Вы знаете, а мне на самом деле кажется, что это даже символично. Вот Виктор Львович, ну, он, собственно говоря, крестный отец нашей банды, которая существует под кодовым названием Балабама. Не-не-не-не, это он создал группу, он, он виноват. Здрасте, а кто дал нам место для репетиций, для концертов? Кто нас вдохновлял, свои идеи подкинул? Извините, пожалуйста. Мне кажется, что если бы мы записали диск, была бы полная нирвана. Люся, хочу сделать вам подарок. Диск записать здесь. Подожди, где здесь? У нас большая подсобка. Поделим ее пополам. Одна комната, ваша студия. Синь, ну, если нужно, то возьми мою долю. Спасибо, но ты же не олигарх, чтобы баллом разбрасываться. Тебе же тоже как-то жить надо. Ну, а чего? У меня крыша с головой есть, кормит, поет. Разречения выше крыши. Бояна себе купил. Девушки только нет, но зато баловать некого. Не, ну, Саня, огромное спасибо, но твоя доля проблемы не решит. Ну, Синь, ты меня не понял. Синь, я предлагаю тебе свою долю за все наши выступления. Да ладно, серьезно. Слушай, ну ты мужик вообще, спасибо тебе огромное. Я реально, я все верну. Нормально. Спасибо вам огромное. Ну, правда, честно, я буду платить аренду. Нет, об этом позже. Но сейчас надо подумать, где достать деньги. На ремонт, на оборудование. Я уже придумал. Я поговорю с ребятами из группы и ну, попрошу, чтобы все деньги, которые мы зарабатываем с выступлений, мы складывали на общее дело на строительство студии. Я думаю, чтобы Обама меня поддержит. Отлично. Хорошо, Виктор Львович, а можно завтра уже начать стройку? Сейчас же. Ю-ху! Давай. Свободный страус не воткнет башку. Цветок свободный, благодарен горшку. Свободный пор воруй.